Пешеходы переходят на красный, а водители тормозят на зеленый. Такой коллапс начался днем 18 февраля на улице Черновицкой. Здесь включили светофор, который не работал более полугода. Поставили где-то летом того года. Мы, конечно, все ждали, что включат к первому сентябрю. К первому сентябрю не включили. Потом я увидела репортаж по телевизору, что поставили светофор, а он не работает. Ну вот хорошо, что заработал. Теперь будет спокойно проходить и с колясками. За сутки перестроиться на новый режим не успел никто. Таксисты говорят, что каждые полчаса они слышат рев тормозов. Аварии пока не было, но люди просто привыкли не обращать внимания на цвет сигнала. Многие узнали о подключении светофора от съемочной группы. Почему на красный идет? На красный? А когда включили? Вроде вчера еще не работал тут. По привычке. Только вот увидел. Если вы не сказали, я бы не заметила. Спасибо, что сделали. Здесь очень прям опасно всегда ходить. Они сигнал не поставили на пешеходный переход звуковой. Люди-то не знают, они не видят. Они привыкли, идут и идут. Плевать. Пешеходов будет еще больше. Вчера чуть сбили уже на моих глазах. О прошлых временах теперь вспоминают с ужасом. Новый светофор установили на оживленном перекрестке. Это пересечение улиц Черновицкой и Гоголя. По словам местных жителей, они давно ждут этого события. Ведь движения на этом участке дороги загружены, а пешеходов много. Я сам как бы водитель часто по этой дороге езжу. Бывает, что приезжаешь, машина где-нибудь в обочине вон там стоит, ну, кого-нибудь собьют здесь. Потому что, ну, ночью здесь плохо видно, а гоняются люди все равно. Поэтому светофор нужен здесь был. По крайней мере, если что, я хотя бы ехал на свой разрешающий. Были у светофора и свои противники. В социальных сетях люди говорили, что лучше бы его и не включали. Боялись пробок. Однако, по наблюдению местных жителей, заторы не увеличились. Наоборот, если раньше пешеходы шли без перерыва и перекрывали движение, то теперь дорогу пересекают группами. Зато осталась другая проблема. Переход вроде почищен, но чтобы разменуться на нем хотя бы вдвоем, нужно залазить на ледяные сугробы. Мамам с колясками и вовсе приходится фактически нести их на руках. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».